доброго времени суток дорогие друзья но прежде всего обращаюсь к пользователям соцсетей городских пабликов и блогов и так далее интервью у нас было запланированное я его проанонсировал заранее призвал всех присылать вопросы они у меня кстати есть поэтому сегодня я буду исключительно по вашим вопросам работать тем более что в общем-то озвучены такие проблемы которые интересуют большое количество людей ну по крайней мере что касается нашего городского транспорта когда я обратился к моему гостю а в гостях у нас сегодня я извиняюсь чуть не сказал начальник транспортного цеха александр валерьевич демидов александр валерьевич здравствуйте здравствуйте вы мне выдвинули предложение что давай вот этих вот блогеров журналистов и так далее пригласим просто лично мне мне идея показалась интересно во первых такого не было никогда вторых думаю ну вы сможете подробнее расспросить потому что я даже их вопросы вам вот ретранслирую всегда человек сможет надо было доспросить я вот это не понял надо было переспросить задать на там уточняющий вопрос но к сожалению вы человек очень страшный люди вас боятся я вам это сразу вот упрекаю и никто почему-то прийти лично на встречу желание не изъявил поэтому ну вот я вам компанию на ближайший час составлю ну понятно ладно буду знать что я страшный человек ну да ну ладно я это вас не сильно боюсь поэтому самый главный вопрос который интересует значит мне прислали пользователем так 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 значит ну городской городская группа вконтакте которая называется городские заметки прислала вопросом прислал роман сергеев пользователь и прислал фролов олег журналист значит в общем то они дмитрий николаев не прислал дмитрий николаев не прислал вопросы но в принципе я так думаю что он бы с удовольствием его прислал и вопрос был бы тот же самый будущее нашего трамвайного управления что с ним будет ли восстановлено движение будут ли предприняты какие-то меры по запуску его в эксплуатацию но в данный момент смотрите ситуация следующая сразу говорю то есть да действительно я акта мы выложили что путепровод действительно в аварийном состоянии это подтвердило не только то что трамвайное управление сама смотрела путепровод подтвердило там реально шпала если уткнуть шивом ну длинным или острый острым предметом какие-нибудь она протыкается насквозь то есть расстояние между рельсами то есть путь путь вышла за регламентные то есть в любой момент то есть рельсы могут разойтись и вагон упадет куда он упадет я не знаю поэтому было остановлено движение после того как вы помните в свободном путепровод упал на проезд на поезд была команда ржд провести проверку всех путепроводов которые проходят над железной дорогой того приезжали они проверили путепровод и они тоже своем акте отразили что движение трамваев по нему запрещено теперь следующее то есть мы о том что он находится в аварийном состоянии знали заранее но то есть еще до этого обследование проводили весной потом нашли деньги небольшие финансовые возможности то есть трамвайное управление сделала проект заказала дело наш горпроект проекты как ремонта путепровода на согласно проектно-сметной документации необходимо два с половиной миллиона но здесь возникли проблемы с нашим любимым законодательством это бюджетным кодексом то есть выделить эти деньги два с половиной миллиона для того чтобы выделить из бюджета города и допустим из бюджета города даже если нам окажет помощь край так как у нас сейчас надо необходимо сначала закрыть задолженность по налогам и сборам которая есть там порядка 16 миллионов 16 4 десятых миллионов эти ограничения лежат на счету то есть если мы переводим на зарплату деньги там есть бронирование на сумму зарплаты деньги заранной зарплату уходит как только мы деньги перечисляем не на зарплату они будут списаны в счет задолженности по налогам и сборам то есть мы должны будем сначала закрыть задолженность по налогам и сборам 16 4 миллиона это за должность партнер да это трамвайного парка это a ndfl там пенсионный фонд судстрах то есть такие но на переходящий то есть она сначала было а потом часть мы погасили в рамках судебного производства когда вот рельсы на ленинский округ снимали мы погашали потому что что выйти часть осталась а то есть она не было дозаявлено в судебном порядке Единственное, что мы попросили налоговую, пока не дозаявляться в рамках того дела. Война осталась на счетах ограничения. То есть надо закрыть. Дальше вступает в силу наш любимый бюджетный кодекс, согласно которого муниципалитет не может предоставить субсидию никому, кто имеет задолженность по налоговым сборам. Замкнутый круг? Да. Так, что делать тогда? Поэтому и было принято решение о приостановке, чтобы обеспечить безопасность перевозок. При остановке людей отправили на 2 третих средней заработной платы, то есть простой поведение работодателя в рамках Трудового кодекса. Они сейчас находятся в простой месяц. Скорее всего еще один месяц будет, потому что у бюджета нет денег. Как вы знаете, мы обращались в Край, тогда еще к губернатору Вячеславу Ивановичу. Вроде как губернатор новый Сергей Иванович Фургал тоже дал команду просмотреть вопрос выделения. Но у бюджета Края та же самая проблема возникает. То есть не могут выделить субсидию? По крайней мере сейчас финансисты, насколько я знаю, наше финансовое управление и Минфин Края пытаются найти возможность, какие-то пути, как это деньги завести на трамвайное управление, чтобы можно было что-то сделать. Но там следующее, согласно проектно-смертной документации и общей конструкции, там есть такой брус специальный, у него большая длина. И самое смешное, что этот брус, ближайшее место, где его производят, именно для путепроводов таких трамвайных, это в Еврейской автономной области, там не помню название города, он только там делают. То есть доставка материалов еще месяца два займет. То есть мы вот так присмотрели приблизительно, если даже вот сейчас найдем деньги, закроем задолженность, объявим, проведем в рамках 44-го федерального закона электронной площадки, торгует этот аукцион, найдем подрядчика, подрядчику надо полтора-два месяца, чтобы доставить сюда только материалы. То есть мы где-то, получается, даже при хорошем стечении обстоятельств мы уходим на весну. Понял, тогда вопрос от меня, дополнительный, наводящий, надеюсь, острый, сильный. Состояние путепровода, вот когда вскрылось, что он выходит из строя? Его вообще когда-нибудь капитали или ремонтировали? Ну, по крайней мере, я не знаю, на моей памяти нет. Но он 1976 года постройки. 1976-го, и вполне вероятно, что он так 1976-го год. Скорее всего. Нет, там делались ремонтные работы в 83-м или 84-м годах. 83-м, 84-м годах. Да, где-то в 80-м годах делались. То есть после этого получается? Там же, там первоначально же был вообще деревянный путепровод старый, который построили. Потом его переделывали в 76-м году, вот его запустили, этот путепровод. И вот там, ну, производили ремонт, там замена брусьев, замена там шпал, то есть такой текущий ремонт. Капитально не ремонтировали, насколько я помню. А вообще вопросы когда-нибудь, ну, хотя бы на вашей практике, вот, сколько вы отдел транспорта возглавляете, ставился вопрос о его реконструкции, там и так далее? Конечно, ставился. Ну, вопрос-то в деньги упирается, опять же. Во-первых, в деньги. Во-вторых, наличие у нас внутреннего управления, постоянно есть задолженность по налогам и сборам. Почему мы последнее все время выделяли деньги из резервного фонда? Ну, на зарплату там. Потому что в прямую субсидирование при наличии задолженности по налогам и сборам бюджетный кодекс не допускает. Вот в чем проблема. Поэтому всегда использовался резервный фонд. Особенности федерального законодательства. Хорошо. Но предположим, что вопросы решатся как-то там. Хабаровск поможет, губернатор новый поможет. Все помогут, все пойдут навстречу. Рассматриваем идеальные условия. Приедет материал из еврейской автономной области. Проектная документация изготовлена, все восстановят. Трамваи будут запущены? Ну, там дальше смотреть надо. Там же кроме путепровода, если взять сами трамваи, там же износ трамваев 100%. Там вот бандажи, так называемые, ну, это на колесах ходят. А у них износ уже сверх нормативный. То есть, кроме этого, ремонта путепровода надо найти финансовые средства, чтобы купить, ну, отремонтировать. Колесный пар. То есть, заменить бандажи. И это тоже пока вопрос открыт, я так понимаю. Да, их тоже надо покупать, их тоже надо ремонтировать и все это делать. Так, ну и тогда перейдем, наверное, к самому главному вопросу. Все-таки у трамвайного управления нашего, у него есть будущее или оно последует вслед за ПТП? Ну, давайте начнем с простого. Я вот тут взял отчеты финансово-хозяйственной деятельности, я вам оставлю. Это вот 17-й год, это первое полугодие. Ну, здесь и предварительная поясниловка к бухгалтерскому балансу за 9 месяцев. Только здесь не просто отчеты, но здесь и балансовые формы номер 1-2, которые в налоговую издаются. Так вот, согласно этих документов, 17-й год, здесь значение 16-го года, вот 16-й год, трамвайное управление закончилось финансовым результатом минус 11,5 миллионов. Солидно. Солидно, при условии, что ему было из местного бюджета в 16-м году предоставлено 24,8 миллиона рублей. Причины таких финансовых показателей? В 17-й году, давайте, 17-й год, убыток 6,8 миллионов рублей по году, при этом 27,3 из бюджета было предоставлено. Это в качестве субсидий? Через резервный фонд. Не субсидии, это именно через резервный фонд на погашение налогов, зарплаты, ну, то есть, чтобы как бы сглаживать, чтобы налоговая не могла подавать на банкротство. Александр Ильич, ну, анализировались результаты такой финансово-хозяйственной деятельности? В чем причина? Я вот не знаю, вот блогеры, все. Была у нас в свое время, вместе с Лаврентием Викторовичем, пресс-службой, была пресс-конференция, ну, интернет-конференция. И мы там специально для начала интернет-конференции, на сайте она до сих пор есть, выложили полностью всю информацию по трамвайному управлению. Вплоть до того, что, насколько я помню, там выложили таблицу количества перевозимых пассажиров за последние, по-моему, 5 или 6 лет. А у вас даже такая статистика есть? Да, у меня есть. Количество пассажиров? Да. А как их учесть можно, пассажиров перевезенных? По билетам проданным. А, понятно. По проданным билетам. Все это статистика расписана, полностью все. То есть, это при условии, что трамвай ритмично нормально работал, все в порядке было? Да, да. То есть, идет постоянно снижение количества перевозимых пассажиров. Постоянно. Если оно раньше сглаживалось за счет того, что у нас предоставлялось субсидии из краевого бюджета, когда... На бесплатный проезд, до монетизации. Да, до монетизации. Причем там, скажем так, не совсем корректные данные были по количеству перевезенных пассажиров, потому что те пассажиры, которые перевезены за деньги, они учитывались фактически по проданным билетам. Количество перевезенных льготников определялось таким образом. То есть, бралась субсидия сумма денег, которую дали из края, и эта субсидия делилась на тариф. Получались люди. Все понял. Понятно? Угу. Все. То есть, физически перевезли вот эти там 5 миллионов или 6 миллионов льготников. Не перевезли, никто не знал, потому что их не отслеживался никто. Это была чистая математика. А вот я с 8-го года работаю, за это время от трамвайного управления с прибылью работало один год. 2013-й, когда было наводнение. И то оно выиграло, было с прибылью, и она даже в бюджет деньги перечислила тогда на наводнение. Хорошую сумму по 1 миллиону 20. И то это за счет того, что они в суде выигрывали у Минфина деньги в России. Вроде как недополученная компенсация за перевозку льготников. Хотя, в принципе, потом в 14-м году это отменили, потому что наконец-то поняли, что там не совсем это и компенсация, не совсем это выпадающие, как говорится, доходы. Там была схема, ну то есть там была простая математика. То есть вот, ну, Край выделил деньги, ну то есть на перевозку льготников. Ее разделили на три, получили количество перевезенных пассажиров. Потом мы эту сумму умножаем на стоимость месячного проездного, получаем сумму. И от этой суммы отнимаем то, что нам Край дал, разница, типа, мы не получили. И в суде это проходило, все выигрывалось и получали эти деньги. Ну, получается, деньги из воздуха, за счет этого они жили, 12-13 год. То есть данные анализа перевозимых пассажиров после монетизации, когда все стали платить? А вот когда после монетизации, там вот это точные данные, да, и с 15-го года там стабильный вниз идет падение. Если до 15-го года падение было где-то 3-4 процента в год, то после 15-го там сумасшедшее. Вы анализировали падение, с чем связано было, вот именно пассажиропоток? Причем, ну, я сразу могу сказать, что самое смешное, что от количества, вот как тут пишут, если бы трамваи ходили каждые там 2-3 минуты, пассажиров было больше. Нет. Мы проверяли, в 15-м году у нас ездило 25 вагонов, в 14-м году 25, в 15-м 20 вагонов. Количество пассажиров изменилось на 3 процента, уменьшилось. То есть мы убрали 5 вагонов, сократили расходы на 5 вагонов. Количество пассажиров упало на 3 процента. Расходы мы сократили там, по-моему, процентов на 25. То есть вот количество вагонов ходящих, проблема трамвая не в том, что мало вагонов ходит. Проблема в трамвае в том, что они ходят туда, где раньше... То есть трамвай для чего строили в свое время? Для того, чтобы большие массы людей перевозить. В данном случае, например, с привокзального микрорайона, то есть с центрального округа на Канаопо. В свое время, когда в Советском Союзе было, Канаопо там порядка 25 тысяч работало, по-моему, если мы память не знаем. Судостроительный завод 16 тысяч. Ну, амурметалл там, понятно, тоже там что-то около 10 или 12 тысяч. Сейчас мы что смотрим? Амурметалл 3 тысячи, судостроительный тоже, по-моему, 3 тысячи. Канаопо 12, там даже один с чем-то. А трамвайные пути как были в ту сторону, так и остались. Изменился пассажиропоток. То есть вот у нас сейчас есть 66-й квартал, большой микрорайон, да? Там живут много людей. Но у нас трамвай туда не ходит. Построить туда линию. Но я вам больше скажу. Почему на Ленина просто не реконструкцию делаем, а замену асфальтового покрытия? Знаете почему? Нет, до сих пор пока не понял. Не поняли? Я вам объясню. Реконструкцию нельзя сделать, пока трамвайные рельсы лежат на середине. Потому что есть ГОСТ, в котором написано, что от трамвайного пути до ближайшего жилого дома должно быть не менее 25 метров. У нас, насколько я помню, ширина Ленина от дома до дома, по-моему, 34 или 36 метров. По-моему, 34. Да. Понятно? А должна быть 50. Если не больше. Ну, плюс ширина где-то 50-60 метров от дома до дома. И мира та же самая ситуация, там чуть поуже даже. Наиболее все-таки хочется от вас услышать вероятный исход для трамвайного управления. Ну, в рамках, то есть, я скажу так, мое мнение, лично мое, ну, но не выживет в городе комсомольский трамвай. И вот то, что люди говорят, что там статус города понижается или еще что-то, я говорю, хорошо, но Владивосток сейчас хотят сделать столицей Дальнего Востока. Правильно? Там трамваев давно нет. От этого она статус потеряла? Город Владивосток? Нет. То есть, я прекрасно понимаю людям, которые ездят на трамвае. Но, поймите, даже вот пенсионеры, которые ездят, они сейчас по 20 рублей ездили. По 20 рублей они ездили не из-за того, что, как говорится, себестоимость такая, 20 рублей. Себестоимость, если вот взять, вот по этим данным, там 35-42 рубля сейчас. 42,4 десяток из них. То есть, получается, билеты продавались дешевле себестоимости? Да, но для того, чтобы хотя бы как-то привлечь пассажиров. Учитывая, что из бюджета деньги даются, ну там на зарплату, на то, чтобы как-то увеличить доходную часть, работали ниже себестоимости. Да, знакомая история. Это то же самое, вот как сейчас, если перейти на автобусы, да, почему все люди говорят, у нас автобусы дырявые, старые, древние, а тариф растет. Но тариф растет, потому что стоимость проезда. Потому что у нас растет топливо, у нас налоги, ну все это меняется, акцизы и так далее. Если взять саму себестоимость, расчет, который вот есть методика комитета по ценам и тарифам края, там написано 12% на обновление транспорта. Вот мне сейчас задают вопрос, как так, если себестоимость, вы говорите, 32 рубля, а перевозчики возят по 28? Я говорю, правильно, они вот эти 12% не очень не берут. То есть у них не остается 12% копеек на обновление парка. То есть они капиталят то, что есть. Они откладывают деньги, чтобы купить новый. Неумолимая капиталистическая экономика. Да, то же самое с трамвайным управлением. Хорошо, все говорят, экологически чистый транспорт. Да, трамвайный управлением. Вопросов нет. Сам трамвай, да. Ну, я бы согласился, чтобы это был экологически чистый вид транспорта, если бы у нас электроэнергия не на ТЭЦ вырабатывалась, а стояли бы там ветряки, солнечные батареи или еще что-то. Или хотя бы атомный реактор. Или атомный реактор хотя бы где-то рядом. А когда у нас стоят ТЭЦ, которые иногда зимой углем топят и заваливают вокруг все черной сажей, и при этом говорить, что надо запустить трамвай, экологический вид транспорта, ну, я не... По мне, так лучше тогда давайте автобусы газовые запустим. Александр Валерьевич, а вот скажите, за счет чего, вы наверняка этой информацией обладаете, за счет чего выживает трамвай в Хабаровске? Ведь он там катается, как катался. Да. В принципе, ничего не изменилось. Пока. Почему пока? Ну, перед выборами губернатора, там была задолженность по заработной плате порядка 12 миллионов. У Хабаровска трамвайного управления. Это при условии, что бюджетом Хабаровска трамвайного управления, ну, МУПГЭТ, как он сейчас называется, там, не это, городской электротранспорт. Ему предусмотрено в бюджете было субсидии 89 миллионов на этот год, на год, на 2018. 89 миллионов только на поддержку трамвайного, ну, городского электротранспорта МУПа. Но на тот момент, когда задолженность по зарплате образовалась, у них, они эту сумму съели, 89 практически. У них такой суммы уже субсидий не оставалось. И у них там, на сейчас, насколько я знаю, есть задолженность уже по электроэнергии. Это уже серьезно. Да, и там, по-моему, уже сейчас третьего директора ищет. Потому что там был Ильюшенко, он ушел, вместо него там женщину назначили, но она тоже собралась, насколько я знаю, уходить. Но, опять-таки, это ваше предположение, что городу с трамваем придется расстаться? Нашему городу или Хабаровску? Нашему, нашему. Хабаровск, ладно. Ну, скажем так, при нынешнем финансовом состоянии бюджета, это, скорее всего, так и будет. По одной простой причине, что, знаете, я вот где-то в интернете прочитал фразу, интересное такое высказывание. То есть мужчина говорит такой, я, говорит, миллиардер, я, говорит, за экологию, поэтому я езжу на Тесле. Так вот, в этом фразе самое главное слово, фраза, ну, в начале, это я миллиардер. То есть он себе может позволить думать об экологии и ездить на Тесле. Извините, мы не миллиардеры. Когда мне приводят Москву, в пример, да, или Санкт-Петербург. Частенько, кстати, встречается. Я не спорю, но давайте мы бюджет сравним Москвы и Санкт-Петербурга. Я вот тут открыл в начале года, они аукционные электробусы проводят, спокойно 3,4 миллиарда. Покупают просто электробусы. Кстати, тема об электробусах, она муссировалась и в нашем городе, как бы не устами нашего главы. Ну, глава, там, первый зам говорили, то есть сейчас ситуация следующая. То есть разрабатывается, рассматривается вопрос, технико-экономическое обоснование смотрится, проекта. То есть экономической целесообразности реализации этого проекта в условиях города Комсомольска. Так, результатов пока нет, да? Нет, пока нет. То есть это исследование? Ну, я думаю, где-то к декабрю будут, скорее всего. Очень попрошу вас поставить в известность по результатам. Хотя я вот что-то как-то сомневаюсь, что это будет. Я тоже. Ну, ладно, пусть. Ну, я могу сказать, вот если вы помните, у нас приезжали господи из Казани, стратегию развития города, да, разрабатывали. Мы же с ними общались напрямую. Они прямо тогда еще говорили, что у них вот в Казани стоимость трамвая, по-моему, 20 рублей стоит проездом. Проездом, трамвай. Но при этом себестоимость 118 или 119 рублей. А все остальное в бюджет. В шесть раз больше, а остальное все компенсировало бюджет? То есть это однозначно дотационный вид транспорта? Электричество 100%. 100%. Он везде дотационный. Дотационный он почему? Во-первых, ему, если население киловатт электроэнергии стоит, по-моему, 3,20 часа, или сколько там, 3 с чем-то. То трамвайное управление 5,65 покупает. И он поставляет. Это такая тарифная политика. То есть раньше, давно еще, до 2008 года, была такая тариф, для социально значимых предприятий был пониженный тариф. Потом его убрали. Там подходили предприятия электротранспорта и сельхозпроизводители. Для них тариф электроэнергии был ниже, даже чем для населения. Потом это убрали. Их приравняли к промышленным предприятиям. Где-то в сети я видел мнение тоже такое, что трамвай в Комсомольске надо сберечь любой совершенно ценой. Почему? Потому что альтернатива ему это автобусное сообщение. Автобусное сообщение у нас сейчас все осуществляется частными извозчиками. И вот там человек задавал вопрос. Я вас, кстати, прошу прокомментировать. Мне он показался достойным внимания вполне. Предположим, произойдет какой-то сбой с частными автобусными перевозчиками. Не знаю, там скаканет куда-то бензин, рассыпятся запчасти. Что-то им взбредет в голову, перебросив все автобусы во Владивосток. Ну, предположим, я утрирую. И тогда трамвай, он как бы выполнял ту функцию, для которой он был предназначен еще с советских времен. Что обеспечить доставку людей бесперебойно. Опять-таки, там еще спрашивалось, что когда все засыпано снегом, то первый, кто может процарапаться сквозь завал, это трамвай. Почему? Ну, потому что там есть специальное устройство. Так вот, эти специальные устройства, я не помню, по-моему, с рождения трамвайного управления появились. Снегоразгребающие. Да, да, снегочистый. Там единственный, который вихревой снегочистый, он более-менее свежий, на базе КТМ, по-моему, трамвая. Все остальные, они, там, я залез на него, по-моему, 65-го или какого-то года, он реально морально устарел, он уже все сыпется там на это. То есть, их по-хорошему надо списать, выкинуть и купить новые. И опять упираемся в экономику финансов. Да. И опять упираемся в экономику финансов. Простой вопрос. Трамвай стоит 27 миллионов. Это вот прошлогодние цены. Хабаровск уже два года не покупает трамвай. Не покупает, они троллейбусы покупают. А сейчас вообще даже и троллейбусы не покупают, газовые автобусы покупают. Почему? У них бюджет больше, наш. А потому что они тоже экономику посчитали. И выяснили, что это вечный убыток, который только очень от хорошей жизни можно содержать. Да, да. Я не спорю, что, возможно, может, когда-нибудь там, может быть, возникнет, у нас будет очень много, но у нас прольется дождь денег, и мы... Внезапно откуда-то, да? Внезапно решим что-нибудь организовать такое, да. Но, по крайней мере, в нынешних реалиях такая вот ситуация финансовая. Невозможно содержать трамвайное управление. Ну что ж, понятно. Тогда переходим к вопросам второго порядка, я так считаю. Ну вот вопрос задает, опять-таки, наша группа, которая называется «Городские заметки». Почему с 66-го квартала нельзя без пересадок доехать до ЖД вокзала и Амур-Этмаш? То есть не предусмотрены маршруты прямые. Ситуация следующая. Смотрите. Одно время... У нас сейчас в Министерстве транспорта утвержден такой хороший документ, называется «Социальный стандарт транспортного обслуживания населения». И там расписано, что в городах с численностью населения более 500 тысяч, две пересадки допускаются. При перевозке, перемещении с одного района в другой. В городах с населением менее 500 тысяч, одна пересадка. У нас, в городе, с одной пересадкой можно переехать из любого района в другой. Вопросов нет. Все согласно нормативного документа. Я не спорю, да, хотелось бы улучшения, но с другой стороны, если не память не узнает, у них друзья есть, господин Ларин такой, Алексей был. Он в свое время написал статейку, где-то там, или скопировал, или скопипастер, или сам он это написал по поводу, как должен транспорт развиваться. Так вот, согласно его схемы, там еще больше пересадок должно было быть. То есть он разработал схему? Нет, это перепечатка со статьи, не помню, где-то он взял статью тогда. У него статья, как разрушить общественный транспорт была, и там написано, как в других регионах, ну, в других странах, не регионах, странах, организованные перевозки. То есть там, в принципе, должно быть сделано, вот как в Москве, транспортно-пересадочные узлы, и маршруты короткие. То есть, вот он, например, 66-го, доезжая до площади Кирова, там человек пересаживается в другой, поехал еще куда-то. Потом на другой транспортно-пересадочный узел. То есть, короткие маршруты позволяют сохранить низкую себестоимость за счет того, что расходы маленькие, количество пассажиров много. Но при этом не совсем удобно пассажиру. Для этого во многих странах водят эти, как говорится, часовые проездные и так далее. То есть, ты застел в автобус в течение часа, ты там можешь проехать. Из одного района в другой. Но у нас смысл делать часовой проездной, если мы за полчаса можно из одного конца города в другой проехать. Ну, кстати, о проездных задали здесь мне вопрос. Когда введут безлимитную оплату? Мы безналичные. Безналичные, безналичные. Ситуация следующая. То есть, смотрите, мы работали, были три несколько компаний, ну, три последние, изъявили желание три компании внедряться. Мы готовили были уже все это сделать. Но, когда шли выборы, Вячеслав Иванович, шпорт, кандидат, предложил, унес проект в Думу законодательную. Законодательная Дума его рассмотрела и приняла решение о введении обратно бесплатного проезда для льготников. С нового года. С 19-го. Да, с 1 января 2019-го года. То есть, с 1 октября всем в два раза увеличили выплаты ежемесячные на проезд в два раза льготникам. С 1 января решили ввести безналичную оплату проезда. Ну, это бесплатный проезд для льготников. Когда мы связались с Министерством соцзащиты и Министерством промышленности и транспорта Края, выяснилось, что она реализована будет как раз именно с использованием валидаторов и бесконтактных карт. То есть, каждому льготнику предлагается выдать карточку, автобусы оборудовать валидаторами. Чтобы учитывать их достаточно точно и компенсировать соответствующую сумму по перевозке. Тогда мы задали второй вопрос. Можно ли использовать здесь же для простых жителей как транспортную карту? Ну, то есть, не для льготников, чтобы он ее пополнял. Они сказали без проблем. Тогда возник вопрос. Если есть возможность Краю это все оплатить, зачем нам тратить еще свои деньги? Логично? Логично. Поэтому Края сейчас этот процесс продвигает. То есть, это будет реализовано? Ну, по крайней мере, да. По крайней мере, там создана рабочая группа, собирается информация по всем перевозчикам. Там большая работа проводится. Насколько я знаю, уже даже определили оператора. По-моему, это Сбербанк будет. Так, Александр Валерьевич, ну скажите, мне вот вам, опять-таки, от городских заметок стоит задавать тогда вопрос, почему такие высокие цены за проезд? Или вы уже все объяснили? Ну, почему я могу объяснить еще раз? Объясните. То есть, основные затраты в стоимости проезда. То есть, 30% от стоимости проезда 30-35 у разных перевозчиков. Ну, вернее, сейчас даже не так. Раньше было... Короче, объясняю просто. Вообще, для этого. То есть, водитель получает 25% с выручки. Раньше было. Кондуктор 12,5. Ну, 12-12,5 перевозчиков. То есть, вот с билета, билет, стоимость билета, это 25% раньше была зарплата водителей. 12? Мы сейчас говорим о структуре муниципального транспорта. Нет, мы говорим про частный. Это я говорю про частный. Про частный. Это чисто частный. То есть, это было раньше. Сейчас водители 30%, кондуктор 15%. Для того, то есть, в стоимости билета 45% это зарплата водителей и кондукторов. Но это та зарплата, которую он на руки получает. Надо сюда взять еще отчисление в пенсионный фонд. Ну, понятно, не со всей отчисляется, а в другой сумму. Но все равно с минимальностью той же 21 тысячи, которая у нас сейчас там есть. Ну, северный район. С нее же пенсионный фонд надо отчислить. И соцстрах. Соцстрах надо отчислить. НДФЛ заплатить надо. То есть, вот с этого все. Плюс это. То есть, это порядка, получается, мы так посмотрели, получается, если 30, 15, где-то в районе 50-55% это только зарплата с отчислением в тарифе. Дальше идет следующая статья. Это наша любимая ГСМ. Которая еще около 30% занимает. 22-23%. И вот остальное остается перевозчику на проведение техобслуживания, там, текущего кого-то ремонта. И, как видите, у нас не остается денег, чтобы приобретать технику. Так, минуточку. Мы сейчас разговариваем о частных перевозчиков, которые, единственное, это автобусные перевозки осталось. То есть, вы... Если бы взять муниципальное, там еще сложнее. Там еще сложнее, да. То есть, получается, что вот этот тариф вы как-то с частными извозчиками согласовываете, объявляя конкурсы на маршруты, правильно? Нет, мы тариф не согласовываем. У нас тариф нерегулируемый. Единственное, что перевозчики по закону обязаны нас уведомить. То есть, за 20 дней о том, что они будут менять тариф. А если завтра перевозчики поставят по 50 рублей? Ну, тогда... Ну, придется не очень хорошие меры принимать. А вообще, вот ценообразование, когда маршрут выставляется на аукцион? Аукцион, это в рамках 44-го, это если регулируемый тариф. У нас нерегулируемый тариф. И это открытый конкурс, который... Но там тариф не учитывается, там совсем другие критерии оценки. Они, опять же, определены федеральным законом, но не тариф. Тариф, это когда мы определяем... Вот у нас был последний аукцион в рамках 44-го по регулируемым тарифам. Это у нас маршруты ездит 8-й, 15-й и 40-й. Вот три маршрута. Дальнобойный, 8-й, там родился. Нет, там еще 7-ка есть, которая на старте ездит. Но там группа компаний 5 звезд, которая у нас ездит. Ну, это хабаровчане, которые к нам зашли. Они как социальный маршрут взяли. Каждый день там плачут, что там куча денег. Ну, ну, в общем, там народу мало ездит. Да, там очень денег много тратят. Ну, убытки несут, но пока с ними разговариваем, они соглашаются дальше. Еще раз, Александр Валерьевич, для меня просто любопытно по-человечке. Все-таки у нас ценник на билеты рыночный? Нет, ниже рынка. Все-таки ниже рынка. Не то, что, вот понятие рыночное, это как? Нет, я к тому, что может ли владелец предприятия, там, какого-то парка автобусного, там, те же 5 звезд, произвольно менять цены по собственному усмотрению? Да. Сейчас может. Есть такое право? Да. И усмирить их у города возможности нет? В рамках нерегулированного тарифа нет. То есть только что-то такое подземно-византийское, да? Да. Понял. Но есть с другой стороны, как говорится, кнут, то есть это как бы пряник нерегулированного тарифа, а есть кнут, в принципе, по закону мы имеем право уведомить перевозчика. И через 180 дней изменить ему вид перевозок нерегулированного. Через 6 месяцев? Да. Ну, это по закону. И уже он решает, будет он по вашим ценникам работать или нет, да? Да, но там получается следующее, если он соглашается, он должен будет подать все документы в Комитет по ценам и тарифам Край. И доказывает тариф. Там уже тариф будет устанавливать Комитет по ценам и тарифам Край. То есть получается, что автобусному перевозчику не очень-то хочется вот эту процедуру проходить? Да. Потому что там можно... Там выверну полностью все. Ну, это хорошо. Такая страховочка, да? Да, это как страховка, но с другой стороны, я вот с перевозчиками общаюсь, они тоже люди. Вот все говорят, почему там тарифы растут и все остальное. Ну, давайте начнем по-простому говорить. Перевозчик, это не значит, что человек, который сидит за рулем, возит. За рулем сидят такие же жители города. Такой же жительница города там стоит кондуктором, и она тоже хочет получать зарплату. Как мы видим, что топливо растет, налоги увеличиваются, акцизы там все это растет, растет, запчасти растут, все. Остается единственная вещь, за счет которой они могут как-то регулировать тариф, это А, забывать, откладывать на приобретение новые автобусы, и Б, это зарплата водителей и кондукторов. Сейчас, в данный момент, очень большая проблема, у нас нет водителей в городе, понимаете? Водителей автобуса? Да, вот у меня сейчас по просьбам жителей, так как трамвай с набережной на Амурсталь не ходит, жители просят запустить автобус. Мы тут проработали маршрут, чтобы можно было, я обращаюсь к перевозчикам, мне перевозчики говорят дословно следующее. Ксам Влечь, давайте месяца через два, запустимся, через два-три. Я говорю, извини, мне вот сейчас надо, люди сейчас просят, ну с ноября. Он говорит, у меня извини, у меня автобус стоит, у него посадить за руль неком. А что за бедствие такое? Трудно выучить водителя автобуса в соответствующей категории, и там по стажу какие-то ограничения идут? Нет, они хотят. Водители автобусов идти, люди идти не хотят. А сколько у них там средняя зарплата-то примерно, вы не в курсе? Ну у нас налоговая служит, я не буду говорить. Понятно, хорошо, ладно. Хорош, я скажу так, она выше средней по городу. Ну то есть нормальная, достойная работа? Значительно выше. Вполне, но не идут. А? Но не идут. Хотя условия для подготовки ведь у нас есть водителей. У нас есть, у нас автошколы есть, есть ПТП, которые хоть и банкрот, но у него автошкола работает. Есть на Павловском автошколу, где готовят водителей. Причем мы общаемся с ГИБДД, они говорят, количество желающих на Д-категорию учиться есть. То есть группы набираются, люди сдают их, ну учатся, сдают, но только почему-то куда они деваются, непонятно. Я так предполагаю, что, ну то есть с несколькими перевозчиками разговаривая, что вот они говорят, то есть вот у меня, говорят, есть люди, которые, то есть они на два месяца на вахту уехали, на вахте два месяца побыли, вернулись назад, ну и месяц там дают, которые на отдых. Они, говорят, на месяц ко мне устраиваются, здесь поработают у меня вместе, потом опять на два месяца на вахту. Потому что там платят еще больше, чем здесь. Понятно. То есть у меня вот даже есть перевозчики, которые вот в данный момент, индивидуальные предприниматели, да, которые раньше они просто руководили своим бизнесом, сейчас они сами за рулем ездят. Из-за недостаточности водителей. Потому что не хватает водителей, они сами сидят за рулем и сами управляют, сами возят пассажиров. Проблема еще вот с водителями какая еще очень большая. Особенно она возникает где-то в начале месяца каждого. То есть у меня вот я анализ провел, постоянно рост жалоб в начале месяца. Мы знаем даже почему. Почему? Потому что зарплату его дают. А, ну и начинаются суровые будни до этого. Да, суровые будни, их медики не допускают по разным причинам. В положении дошло до того, что многие перевозчики стали для водителей штрафные санкции вводить. Действует? Ну, кое-где действует. Ну, там 5-10 тысяч. То есть ты приходишь на это, медика не прошел, штраф 5 тысяч. Если пришел там с составляющим... Пьяный водитель автобуса, это уж совсем сурово. Ну, с другой стороны, бывают ситуации, что вот он прошел медика, все нормально. Как вот было тут, рейд был, ГИБТД проводила по автобусу. Поймали водителя. Он прошел медика, все прекрасно было. Только он потом поехал, заехал в магазин, купил бутылочку пива. Голова болела. Выпил бутылочку пива и поехал. А тут рейд. Человеческий фактор. Мне тут, кстати, задали вопрос. Вот те же... Даже два вопроса, наверное, их стоит объединить. Те же самые городские заметки. Когда приедут новые автобусы? И когда ждать замену автобусов на низкопольные? Ну, смотрите, те обязательства, которые перевозчики в рамках конкурса давали. То есть определенное качество транспорта. Да, то есть все говорят, конкурс был, все автобусы должны быть низкопольные. Нет, там заявлялись все низкопольные автобусы на 17-й, 21-й и на 20-ку. По остальным было от 3 до 4 автобусов низкопольных должно было есть. Ну, вернее, 2-3 автобуса низкопольных на маршруте. Вот на данный момент они все обеспечены. То есть вот эти обязательства, которые были, они выполнены. Все эти автобусы ездят. Как на 27-м ездят, на 24-м ездят, низкопольные. То есть какие заявляют. А сверху сейчас, ну, я не знаю, я с перевозчиками разговаривал. Вот один китайский автобус, который ездит, красненький, да? Лизинговый платеж в месяц 248 тысяч. Вот давайте разделим на 28, сколько это надо пассажиров за месяц перевезти, чтобы просто отдать деньги за него в банку. Ну, калькулятора нет с собой, но я так думаю... Ну, по около 10 тысяч. Ну, что, можно просто 240 тысяч, да? Значит, примерно где-то 10 тысяч в день. Это только на лизинговый платеж? Да. То есть без топлива, без запчастей, без зарплат, без ничего? 10 тысяч в месяц. 10 тысяч в день. Ой, 10 тысяч в день, да. Нормально получается. Это вот только лизинговый платеж. То есть перевозчики наши пока желанием приобретать новые автобусы совершенно не горят? Ну, скажем так, группа компаний «Петзвездная», насколько я знаю, собирается еще. Ну, то есть они хотят как... То есть сейчас эти более-менее расплатятся с этим, которые вот у них сейчас завезли, рассчитаются, хотят следом еще завезти партию. Но надо сначала, как говорится, с теми, которые они тут 26 автобусов привезли, этих низкопольных китайцев, с ними надо рассчитаться. Ну, это более-менее еще позитивная новость, в процессе. Да, в процессе. Ну, насколько я знаю, у нас же в 21 году конкурс на всех остальных маршрутах, вот коммерческие те же, где у нас ездят перевозчики. Ну, в данный момент, скажем так, лизинговые компании звонят, интересуются наличием, ну, есть такой перевозчик, как и так далее. То есть репутацию перевозчиков спрашивают. То есть какие-то переговоры они уже ведут? То есть, да, я предполагаю, ну, то есть часть перевозчиков уже ведет переговоры по приобретению автобуса, ну, под будущий конкурс в лизинг. Потому что по-другому купить за наличную автобус при его цене, там, 7-8 миллионов, это нереально. Ну, даже китайский он там, тоже порядка 6-7 миллионов стоит. Понятно. Опять приплыли к экономике, хорошо. Ну, без нее никуда не денешься. Я понял. Александр Валерьевич, и вот еще интересный вопрос. Фролов Олег задал. Пока ПТП находится в процедуре банкротства, что происходит с подвижным составом? Он на консервации или распродается по другим автотранспортным предприятиям? Правда ли, что наши автобусы с ПТП проданы, дошли уже до Владивостока? Почему? Я больше скажу. Года два назад, или год или два назад по Дальнему Востоку прокатилась проверка по поводу перебитых автобусов, рамы и так далее. В данный момент они докатились до Иркутска. Наши? Нет, проверки по Иркутску пошли. И выяснилось, что там очень много, порядка 60% парка перебит номера. А зачем на пассажирском автобусе перебивать номера? А, как? Ну, я понимаю, на угнанном автомобиле есть смысл, наверное, перебивать номера. А там при ввозе таможенные пошлины разные. То есть, что за механизм такой? С перебитыми номерами? Ну, то есть, автобус, допустим, по факту седьмого года, ему перебивает ВИН номер, и, короче, он получается одиннадцатого, допустим, года. А таможенная пошлина совсем другая, более низкая. Мудренно. Да. Так, к вопросу. Ну, а теперь к вопросу. В рамках конкурсного производства, то есть, конкурсного, все имущество ПТП было оценено, то есть, оценка сделана. То есть, независимые конторы по этому конкурсному управляющему нанял контору. Оценка произведена, определена стоимость каждого автобуса, и это все выставляется на торги. Как имущественный комплекс, как автобусы, все. В данный момент, насколько я знаю, Иркутск даже покупает наши автобусы, которые вот у ПТП уже не рабочие. Отсюда, сюда, с Иркутска приезжают трейлеры, на них грузятся автобусы, и он едет в Иркутск на трейлере. То есть, можно не только во Владивостоке наши автобусы, но и в Иркутске. Да, на дроме уже продажи висит автобусов в Иркутске наших, бывших ПТПовских. Ну, то есть, все они под продажу. То есть, никто их до лучших времен консервировать, хранить не собирается. И конкурс не имеет права, его задача погасить долги, которые ПТП накопил. И которые еще есть до сих пор. Все понятно. Ну, они вот только, наверное, ближе, где-то месяца три назад с задолженностью по заработной плате рассчитались полностью. Ну что, Александр Ильич, у меня вопросы-то кончились. В принципе, я вполне, наверное, солидарен в представлении этих вопросов с нашими зрителями. Вам большое спасибо за разъяснение. Ну, единственное, я могу еще сказать. То есть, вот один из журналистов в свое время приходил ко мне с вопросом. Ну, даже не с вопросом, он приходил с требованием. Я хочу, чтобы трамваи ездили. Я ему задал вопрос. Хорошо, уважаемый, вы на трамвае ездите? Он, нет. Я говорю, почему? А там, где я живу, трамвай ко мне не ездит. Я говорю, хорошо, а тогда зачем вы требуете, чтобы он остался? Он мне ответил так. Вы знаете, мне приятно, когда я иду по улочке, а мимо проезжает трамвайчик. Такой артемир такой, да? А вот это приятное, ну, думаю, не стоит их 30-40 миллионов в год. Потому что в данный момент, ну, если взять это, почти просчитали, где-то за три года мы уже почти порядка просто 100 миллионов вложили в то управление трамвайное, в котором оно сейчас есть. Ну, можно сказать, просто потратили на то, чтобы от рамвайного управления получало зарплату, его не обанкротили, там, на обогашение налогов, все. 100 миллионов, ну, если у нас сейчас около миллиона, по-моему, средняя выплата по этим молодым семьям идет, то есть это 100 семей молодых могли получить деньги на приобретение жилья. Или же можно было два дома им построить? Я, кстати, другой аргумент слышал, тоже, наверное, есть резон его прокомментировать, что вот когда говоришь, что, ну, мало народу ездило в падение, то есть давно было известно, давно публиковались эти данные. И аргумент такой идет, вот были бы они новенькие, тепленькие зимой, летом с кондиционерчиком, вот такие вот, вот где-нибудь там, не знаю, там, в Москве, там, в Санкт-Петербурге, вот такие вот хорошие, красивые, то там бы все люди с удовольствием ездили, у них бы была просто полная набивка. А у нас ездят все-таки достаточно старые модели трамваев, в таком достаточно небеспроблемном состоянии. Вот зимой там холодно, летом там жарко, и вот, дескать, вот надо было вложиться, купить современные, поставить их на рейс, и тогда бы все с удовольствием на них катались. Как вы считаете, было бы это или нет? Если бы это были новые, комфортабельные вагоны. Я думаю, ну, в первый месяц, да. В качестве экзотики, аттракцион. А во второй, в третий? А второй, третий, ну, он бы ездил по тем же самым маршрутам, по которым он ездит сейчас. И ездили бы именно на нем те же люди, которые ездят сейчас. Потому что основные люди, ну, то есть, основные пассажиропотоки находятся в совсем других местах, там, где нет трамваев. Вот в чем проблема. И с другой стороны, то есть, мы как бы считали все это. То есть, и эксплуатацию, и закупку новых вагонов? Да, и это. Ну, это, то есть, ну, смотрите, два, это, даже по минимуму, чтобы купить те же 20 вагонов, чтобы было более-менее регулярность движения, да, обеспечить, это надо 570 миллионов. Полмиллиарда надо только купить вагон, чтобы обеспечить более-менее нормальную регулярность. Ну, вот по этим маршрутам, которые здесь остались. Соответственно, срок окупаемости на такую сумму? Конечно, то есть, эти вложения не окупаются вообще. Кроме того, для того, чтобы эти трамваи хорошо ездили, надо сделать, отремонтировать, вот сейчас в Хабаровске, с чем столкнулись? Они купили новые трамваи, которые могут ездить со скоростью там до 50 километров в час, разгоняться до 60. Но проблема в том, что у них пути старые остались, и не позволяет разогнаться больше 25 километров в час. Надо ремонтировать пути. Что тоже стоит много-много денег. Да, ну километр, то есть, мы в свое время взяли вот участок от Аллеи Труда до Комсомольской и дали осметить его. Просто от капитальной сделать вот этот участок, от Аллеи Труда до Комсомольской. Нам предоставили этот расчет, там получается что-то около 900 метров, что ли. Даже километра нет. Получилось 38,5 миллионов. Вот это вот сделать. Вот даже до простого, вот совсем недавно, когда вот делали Ленина, перекресток хотели Ленина первостроителей, ну вообще, положить резиновый переезд, ну чтобы красиво переезжать. В Хабаровске есть резиновый. Цена вопроса 6,5 миллионов. За резину? Да. Ну то есть, вот чтобы между рельсов положить вот эти резиновые маты там специально. Чтобы машину не привело. Да, да. 6,5 миллионов это стоит. Вот первостроители. Это по Ленина сделать перекресток, Ленина первостроителей, трамвайные пути, вот таким переезд сделать. 6,5 миллионов. Только вот это место. Что так дорого-то? Да. Вы знаете, я с 2008 года работаю, когда приезжали с Санкт-Петербурга, приезжали с Ускотатского завода. Говорят, покупайте трамваи. Они тогда стоили 15-16 миллионов. А, 12-13, потом 15-16 и так далее. Причем провели просто ради себя, ради интереса анализ. Очень интересная штука возникла. То есть, правительство Российской Федерации начало выделять субсидии на приобретение трамваев. Но их субсидии выделяется не муниципалитету, который покупает, ну там кто покупает, а выделяется прям заводу. Ну то есть, я прихожу на завод, себестоимость трамвая, допустим, трамвая 17, из них там по субсидии из бюджета по правительству 3, то есть, я его покупаю за 14. Что началось дальше? То есть, он стоил 12, выходит постановление правительства, 3 миллиона. Трамвай стал 15. Ну на 3 миллиона дешевле получается? Нет, дороже. Он стоил 12 миллионов. А, это заводчане что ли сразу? Да, потом приходит письмо от заводчан. Помогите нам, короче, вы не можете покупать, давайте увеличим субсидию из края, но из федерального бюджета. Вот у меня сейчас такой же лежит. А то есть, от этого, от Катарского завода, что давайте мы субсидии до 9 миллионов повысим, из федерального бюджета, потому что трамваи по 27 вы покупать не можете. А мой анализ стали проводить и получается, то есть, да, мы подпишем это обращение в Минтранс, в правительство Российской Федерации через край, что да, давайте увеличим субсидию, тогда, может быть, мы начнем трамваи покупать. А трамвай на уровень субсидии увеличивается, цена. Ну это как? Это объективно или это хотелки просто? Это хотелки. Производители трамваев, да? Типа халява. А вот последнее письмо, там объективно написано, то есть, на сегодняшний момент в России производится в год 65, в рамках субсидии из правительства Российской Федерации приобретается порядка 64-65 вагонов трамвайных. В год на всю Россию? В год на всю Россию. Их выбирает Санкт-Петербург и Москва. Но вот эти уютненькие, новенькие, красивенькие, которые в Москве бегают, они не 27 миллионов стоят. Еще дороже что ли? Нам предлагали миллион евро. Миллион евро? Вот это, который сочлененки. В Санкт-Петербурге производят, совместно с компанией Алстом. Миллион евро, 70 миллионов рублей. Один. Один. Да, вот этот красивенький такой, футуристический. Но это было в прошлом году, я не знаю, сколько он сейчас стоит. Умеете вы, Александр Валерьевич, утешить, зарядить позитивом? Я не спорю. Если бы у нас можно было, вот как в Москве, они вот так покученько берут, там эти миллиарды, покупают, автобусы миллиардами тратят на автобусы, на трамваи. Последний вопрос. Все, вот затыкаюсь, потому что уже и так сказано достаточно много. Но вопрос, который интересует меня. Вот я не раз, не два, у нас часто говорят про городскую среду, про комфортный город, особенно в рамках всевозможных наших планов долгосрочных по развитию города. И вот я не раз, не два слышал, что мнение из разных регионов, из разных стран, что комфортная среда подразумевает, что общественный транспорт в населенном пути должен быть развит настолько, чтобы снизить число автомобилей, что это делает его чище, спокойнее, без аварийнее и так далее. Вы с этим тезисом согласны? Да, согласен. Хотелось бы вам иметь? Да, хотелось бы, все, чтобы было так, только единственный вопрос, что до этого мы сами не доросли еще, жители Российской Федерации. Почему? Ну, в данном случае города Комсомольского. Давайте, те, кто приводит этот тезис странный, посмотрите, они уже прошли этот бум автомобилизации. Они уже поняли, что автомобили, скажем так, не средство передвижения, а роскошь. Ну, в больших городах, насколько я знаю, многие уже сбрасывают автомобили, чтобы кататься на метро. Да, да. И считают это эффективнее ни разу. Ну, то есть, до нас это пока не дошло. Поэтому у нас считается, что это престижно иметь машину. Маленькие расстояния, широкие улицы пока. Да, да. Пока широкие улицы. Широкие улицы, маленькие расстояния. То есть, даже вот по-простому, даже любой, мы вот смотрели, как ни делай, общественный транспорт в Комсомольске, все равно на машине будет быстрее доехать. Ну, я думаю, что... Для того, чтобы на Собусе было быстрее доехать, надо убрать вообще все машины. Как класс, оставить одни автобусы. Как оно раньше было. Да, да. Когда одни служебные автомобили ездили. Да, да. Ну, тогда и автобусов не было столько, сколько сейчас. Все понятно. Спасибо вам большое за исчерпывающее объяснение. Пожалуйста. Я не знаю, как наша аудитория встретит, но посмотрим, да, в комментариях. Я предполагаю, что будет отрицательный комментарий. Ну, я, наверное, склоняюсь к вашему прогнозу. Но, в общем, вы выслушали мнение уважаемой комментаторы. Но, если можно, просьба. Пытайтесь вникать в суть проблемы. Поверьте, ни одна сложная проблема не решается простыми способами. Тем более, в Российской Федерации. Думайте, соображайте. Вы знаете, а у меня возникло острое желание увидеть в этом кресле в ближайшее время Сергею Петровичу Бравку. И он у нас обязательно появится. Поэтому, дорогие друзья, уже призывал, призываю еще раз, присылайте вопросы, касающиеся благоустройства, дорожной ситуации. Как видите, я думаю, что не дадут соврать люди, которые прислали вопросы Александру Валерьевичу. Они заданы все. Ни одного я не утаил, ни одного я не зажал, никакого готового вопросника не было. Все по вашей инициативе. Ну, а мы с вами прощаемся. Александр Валерьевич, еще раз спасибо. Всего вам хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова